Добрый вечер! В эфире программа «Тема дня». Сегодня гости в студии руководитель управления Росреестра по Ульяновской области Ольга Ивановна Петухова и начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Ульяновской области Евгения Юрьевна Дроль. Ольга Ивановна Евгения Юрьевна, здравствуйте! В Государственную Думу, насколько я знаю, внесен новый законопроект, направленный на повышение качества и доступности государственной услуги по осуществлению кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на них. Какие поправки внесены в этот законопроект? Наиболее обсуждаемыми в последнее время являются поправки, которыми кадастровая деятельность, полномочия по осуществлению кадастровой деятельности наделяется государственное учреждение Федеральной кадастровой палаты Росреестра. А не останутся ли без работы кадастрового инженера, который уже осуществляет свою профессиональную деятельность? Вовсе нет. Предлагаемые изменения ни в коем случае не устанавливают монополию государственного учреждения при проведении кадастровой деятельности и при подготовке документов для внесения сведений в Реестр недвижимости. Дело в том, что в рамках развития федерального закона в случае его принятия правительство Российской Федерации установит перечень случаев, когда такую деятельность в праве будет осуществлять государственное учреждение. Действующие кадастровые инженеры будут продолжать осуществлять свою работу в рамках правового поля и в условиях здоровой конкуренции. Дело в том, что правительство Российской Федерации предполагает, что со стороны государственного учреждения будут проводиться работы по подготовке документов для внесения в Реестр границ субъектов Российской Федерации, установления границ лесничества, особо охраняемых природных территорий федерального значения. Ну и, кроме того, предполагается, что будут осуществлять кадастровую деятельность в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации, в том числе и содержащих государственную тайну. Те же кадастровые инженеры, которые на сегодняшний день по тем или иным причинам не обладают достаточным объемом работы, они вполне смогут трудоустроиться в государственное учреждение и принять участие в реализации крупных государственных проектов. А какой процент сведений о границах земельных участков имеется в кадастре недвижимости? Это очень интересный вопрос, потому что Институт кадастровых инженеров действует уже не первый год. И можно было бы предполагать, что все объекты недвижимости, учтенные в реестры недвижимости, имеют в том числе и сведения о границах. К сожалению, это далеко не так. Например, на территории Ульяновской области всего лишь 37% земельных участков от общего числа учтенных имеют сведения о границах. И, как мы видим, поле деятельности для действующих кадастровых инженеров еще достаточно велико. Кроме того, в реестр недвижимости вносится сведения о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. И если говорить про эти объекты, то процент сведений о границах этих объектов, к сожалению, на сегодняшний день не на должном уровне находится. Всего лишь 22% муниципальных образований внесли сведения о границах своих и 21% населенных пунктов. Что же касается сведения о границах нашего региона, Ульяновской области, из шести существующих границ, лишь одна на сегодняшний день внесена в реестр. Но при этом надо сказать, что правительство Ульяновской области прилагает максимальные усилия, для того, чтобы эти работы не останавливались, а продолжались. И вот в настоящее время подходит к завершающей стадии работы по внесению сведений о границах с соседним саратовским регионом. Кроме того, до конца года мы ожидаем, что еще как минимум две границы будут внесены в реестр недвижимости. А с чем связан такой маленький процент? Ну вообще это достаточно масштабные работы, очень серьезные. Необходимо изучить большое количество исходных материалов, проанализировать. И при этом на протяжении всей работы, которая и по времени очень длительна, необходимо мониторить актуальность сведений, для того, чтобы в итоге не прийти к отрицательному решению на конечном этапе. Ну и возвращаясь к кадастровым инженерам, есть ли на сегодняшний момент в них потребность? В настоящее время в Российской Федерации кадастровую деятельность осуществляет более 25 тысяч кадастровых инженеров. Из них более 200 на территории Ульяновской области. Не так много, но в принципе и достаточное количество имеется. Несмотря на то, что обязательного требования для проведения межевания в отношении земельных участков законодательством Российской Федерации не установлено, достаточно большое количество земельных участков все-таки на сегодняшний момент имеются в государственном кадастре недвижимости с установленными границами. Установление границ земельных участков позволит в будущем собственникам таких земельных участков избежать споров с правообладателями смежных земельных участков о местонахождении смежных границ. Кроме того, кадастровыми инженерами осуществляется уточнение границ земельных участков в рамках комплексных кадастровых работ. В рамках таких работ осуществляется уточнение границ целых территорий, которые могут включать в себя садоводческие, дачные товарищества, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Также кадастровыми инженерами осуществляется в целях внесения в государственные кадастры недвижимости сведений об объектах капитального строительства, установления границ таких объектов. Это необходимо для сдачи таких объектов в эксплуатацию, то есть образование объектов, для узаканивания реконструкции таких объектов. Учитывая, что на территории Ульяновской области достаточно большое количество объектов недвижимости возводится, это и объекты жилищного строительства, малоэтажное, индивидуальное жилищное, многоэтажное жилищное строительство. Учитывая реализацию программ по комплексным кадастровым работам, уточнение границ правообладателями своих земельных участков, полагаю, что кадастровые инженеры без работы не останутся. И имеется достаточно большой потенциал в использовании результатов их кадастровых работ. А вообще клиенты, заказчики не страдают от данных изменений? В результате нововведений заказчик кадастровых работ ни в коей мере не пострадает. Наоборот, приобретет в результате более качественные услуги по результатам кадастровой деятельности. Если кадастровый инженер неправильно провел кадастровую деятельность, провел кадастровые работы, включил недостоверные сведения в документы, которые являются источником наполнения реестра недвижимости, то это может привести к неприятным последствиям. Могут быть нарушены права собственников соседних земельных участков. А если в результате такой деятельности неправильно определены характеристики объектов недвижимости, то в итоге они могут стать источником некорректного налогообложения. И риски возрастают, если речь идет о масштабных проектах. Когда приходится работать с большим количеством данных, с большим количеством объектов, при этом сроки сокращаются, и можно не уследить за актуальностью сведений реестра. В этом случае рисков может быть гораздо больше, и ошибок, которые допускают кадастровый инженер, гораздо больше. Предполагается, что своей деятельностью государственное учреждение позволит минимизировать эти риски. В силу своей функциональности они обладают большей возможностью мониторить актуальность сведений реестра и приходить в итоге к качественной подготовке документов, которые являются источником наполнения реестра. Но и в результате от этого выиграют только все, потому что конечной целью таких работ является качественное предоставление госуслуг. Какие еще изменения коснутся кадастровых инженеров, но и в целом сферы кадастровой деятельности? Законопроектом также предусмотрено дальнейшее развитие электронного сервиса личный кабинет кадастрового инженера. По мнению законодателя, развитие этого сервиса позволит вывести информационное взаимодействие кадастрового инженера и органы регистрации прав на более качественный уровень, сделать его более доступным и эффективным. В частности, законопроектом предполагается уведомление кадастрового инженера об осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав того земельного участка, на который в рамках кадастровых работ кадастровым инженером был подготовлен акт согласования местоположения границ земельного участка. Либо о приостановлении и отказе в осуществлении учетных действий, либо о наличии и выявлении каких-либо ошибках, допущенных кадастровым инженером, подготовленных им в документах и представленных в органы регистрации прав. А есть ли примеры каких-то международных практик? Модель государственного кадастрового инженера в качестве основной применяется во многих странах Европы. В частности, хотелось бы отметить, например, в Швеции и Финляндии весь процесс кадастрового учета и регистрации прав от начала до конца является государственной функцией. Аналогичная ситуация и в Норвегии, где функции кадастрового инженера осуществляют сотрудники муниципалитета. А вот, например, в Белоруссии функции государственного кадастрового инженера осуществляют 90% кадастровых инженеров. В Литве и Нидерландах, например, государственные кадастровые инженеры и частный бизнес работают в партнерстве и совместно. Я благодарю вас за то, что нашли время, посетили нас. Ну и надеюсь, что эти поправки теперь действительно позволят не ошибаться нашим кадастровым инженерам. Всего доброго, до встречи, увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова